МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Норжакен. В начале выпуска коротко о главном. В выходные карагандинцев ожидают сильные морозы до минус 40 градусов. До какого продлятся аномальные морозы и как избежать обморожения, выясняли наши корреспонденты. Есть что отметить. В свой профессиональный праздник сельхозпроизводители Карагандинской области отмечают рекордный урожай зерна. Необходимо рационально использовать бюджетные средства. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асулбек Дюсюбаев подверг критике использования дорожно-эксплуатационного участка Осакаровского района. Штормовое предупреждение. 19 и 20 ноября в нашей области ожидается понижение температуры до минус 40 градусов. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям рекомендуют гражданам не выезжать в дальний путь и одеваться по погоде. В школах занятий 19 ноября пока не отменили. Однако педагоги рекомендуют родителям следить за объявлениями и ориентироваться по мере понижения температуры воздуха. Зима в Караганду пришла внезапно. Аномальные морозы начались в нашей области с 14 ноября и буквально парализовали работу школ. Резкому похолоданию поспособствовал холодный антициклон с севера, говорят синоптики. На севере и западе региона зафиксировано понижение температуры до минус 36 градусов. В шахтерской столице столбик термометра опускался до минус 29, а ночью до минус 31 градуса. На ближайшие 4 дня с 19 по 22 мы ожидаем сохранения низких температур. Также погоду будет определять у нас этот холодный антициклон. Поэтому ожидается даже в отдельных районах понижение температуры ночью до 40 градусов. В днем тоже холодно 22-27 градусов. Минус 40 градусов прогнозируется преимущественно на севере и западе области. Однако штормовое предупреждение синоптики уже объявили. Осадки в ноябре будут также обильны, чем в зимние месяцы. Самый морозный ноябрь был зафиксирован в 1987 году, 27 числа. Тогда в шахтерской столице было минус 38. Вот в эти дни среднесуточная температура воздуха у нас ниже нормы на 15-20 градусов. Это, конечно, достаточно низкие температуры. В 1987 году самая низкая температура – 36 градусов мороза. Пока в Караганде еще мы не достигли этого минимума. Но это тоже достаточно низко, потому что произошел очень резкий скачок температуры. С резким приходом зимы в Караганде возросло количество дорожно-транспортных происшествий. С 1 ноября на дорогах области произошло 49 аварий. Всего в них пострадали больше 50 человек. Врачи скорой помощи констатируют – были и аварии с летальным исходом. Кроме того, в регионе зафиксировано 6 случаев обморожения мягких тканей и переохлаждения. Среди жертв непогоды – один ребенок. Сегодня у нас был случай отморожения. Конечно, третьей степени отморожения мы доставили уже к клинику Макожану. Был один случай – легкое переохлаждение, но не отморожение. Это было три дня назад. Ребенок был доставлен на пришахте, в травмпункт был доставлен, но там не отморожение. Там только переохлаждение было. У морозной погоды есть и положительная сторона. В Караганде нет вспышки УРВИ и гриппа, поясняют врачи. Потепление в шахтерский регион придет с 23 ноября. Морозы ослабеют, температура воздуха повысится. Вместо морозов в область придет снег, метель и усиление ветра. В целом синоптики предупреждают – нынешняя зима станет для казахстанцев самой холодной. Аем Амрина Жахслык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Российский певец Егор Крит не смог улететь из Караганды в Москву из-за неисправности самолета. Рейс, которым он и еще десятки пассажиров должны были вылететь, отменили сегодня утром. Утром 18 ноября в аэропорту Сара-Арка произошел настоящий авиаколлапс. Из-за отмены рейса Караганды-Москва 130 пассажиров были вынуждены просидеть в самолете больше трех часов. Между тем регистрация перед вылетом прошла без эксцессов. В 5.40 утра все пассажиры, включая российского певца Егора Крида, прошли на борт судна. В 9 утра их попросили покинуть самолет, объяснив это неисправностью техники. В администрации аэропорта пояснили, следующий рейс запланирован на 17.30. Все, готовят второй борт, из Москвы придет в 16.00, в 17.30, они улетят. В 17.30? А как-то кормить их или что-то будут? А как же? Пассажиры не брошены на произвол судьбы, занимаются ими. Утром 17 ноября в реанимации областного медицинского центра в Караганде скончалась мать троих детей. Двое ее сыновей скончались во сне в своих кроватях в ночь с 14 на 15 ноября. В критическом состоянии находится 14-летняя дочь погибшей женщины. Как сообщили в реанимационном отделении областного медицинского центра, врачам не удалось вывезти из комы 39-летнюю женщину. Ее 14-летняя дочь остается в критическом состоянии в реанимации детской областной клинической больницы. Напомним, первоклассник и семиклассник скончались в своих кроватях во сне, надышавшись угарным газом от неисправной печки. Их мать и сестра были доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Трагедия случилась в поселке Атасужа на Аркинского района. Данный факт квалифицируется как несчастный случай. Продолжаем выпуск. Работники сельскохозяйственной промышленности отметили свой профессиональный праздник. Акимобласть Индром Мухаммед Авдебеков отметил неоценимый вклад крестьян и отдельных хозяйств в развитие области. Благодаря их труду наш регион находится на первом месте по республике по показателю собранного урожая пшеницы. Жамбай Тугаев – почетный работник сельскохозяйственной сферы. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Всю свою жизнь он проработал на различных предприятиях города Жесказган. Сегодня труженик получил грамоту за подписью министра из рук главы области Нурмухаммеда Авдебекова. Глава региона отметил неоценимый вклад работников сельскохозяйственной сферы. В этом году, благодаря их упорному труду, был собран рекордный урожай. Уборочная площадь зерновых культур составила 730 тысяч гектаров. Пшеницу собрали с 596 тысяч гектаров. Более 10% граждан в прошлом году урожая отправлено на экспорт, что составило 240 тысяч тонн муки зерновых эквивалент. В текущем году в Хриваном области добились рекордных показателей. Намолочено с лишь 1 миллиона тонн зерна. При этом среднее урожайлость составило 14 центнеров с гектара, что является самым высоким показателем за всю историю землетрясений. Особенно отличились хлеборобы Абайского, Осакаровского и Нуринского районов. Торжественная часть церемонии награждения сменилась выставкой сельхозпродукции. Аем Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Первый заместитель Акима области Асылбек Дюсибаев с рабочим визитом посетил Осакаровский район. Он посетил некоторые социальные объекты, а также провел совещание по итогам социально-экономического развития. В ходе поездки первый заместитель Акима области посетил ряд объектов. Вначале Асылбек Дюсибаев посетил место реконструкции существующего дорожно-эксплуатационного участка. Он подверг критике рациональное использование объекта. Затем первый заместитель Акима области ознакомился с ходом проведения ремонтных работ детского сада «Балдерган». Работы проводятся в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». Асылбек Дюсибаев дал поручение рассмотреть возможность выделения средств на ряд дополнительных ремонтных работ. А именно ремонт столовой и обновление оборудования, замена ворот, обновление мебельного инвентаря и многое другое. Следующим пунктом поездки стало посещение недавно открывшегося коммунального рынка и ознакомление с его работой. Основной целью деятельности рынка является предоставление 15 торговых мест сельхозтоваропроизводителям для проведения еженедельных ярмарок на бесплатной основе. 15 дополнительных торговых мест планируется сдаваться в аренду предпринимателям. В завершение поездки первый заместитель Акима области провел совещание, где были обсуждены итоги социально-экономического развития Сакаровского района. Руководитель управления экономики и финансов области Ольга Чернявская доложила об итогах развития района, подробно остановившись на проекте бюджета на 2017 год. По итогам года планируется исполнение бюджета по доходам с плюсом, а по расходам 99,9. По 2017 году по контрольному счету наличности у них открыты 23, по контрольному счету во всех 23 сельских округах 38,9 миллионов тенге. Они на оплату уличного освещения, оплату заводу электроэнергию, благоустройство, праздничное оформление, проведение противопаводковых мероприятий. По итогам совещания Слубек Дюсибаев дал ряд конкретных поручений всем присутствующим. Остельца Замбаева, Жакслык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Очередной день карьеры провели в стенах Карагандинского экономического университета. Подобное мероприятие стало традиционным. Ежегодно руководство вуза организует специальную ярмарку вакансий, где каждый студент может найти работу по специальности. Оксана Денисенко в этом году оканчивает университет по специальности логистика. С выбором профессии, уверяет девушка, не ошиблась. На сегодняшний день найти работу по специальности – это ее мечта. Это очень интересная и разнообразная специальность. В нашей специальности нуждаются многие структуры. Ни одна фирма, предприятие не обходится без нашей помощи. Я заканчиваю в этом году университет. Я хочу попасть в хорошую фирму, заниматься именно своей специальностью, потому что она мне интересна. С первого курса я подходила ответственно к выбору этой специальности. Я очень много взвешивала за и против. Праздник проводится не первый год. В этом году организаторам удалось собрать около 200 различных фирм и компаний. Каждая фирма выдвигала свои условия работы. Студентам необходимо было выбрать место работы по душе. По словам Яркары Аймагомбетова, он часто интересуется образованием за рубежом. И такие мероприятия проводятся не везде. Но ректор уверен, что для выпускников это хороший старт в их профессиональной жизни. Учитывая экономический кризис, финансовый кризис, социальные вопросы, остроты социального вопроса, мы должны ежегодно проводить такие мероприятия, как День карьеры. Способствовать, содействовать в продвижении наших студентов. Потом провести мониторинг. Есть для этого департамент стратегического развития. Вот они все это организовали с выпускающими кафедрами. Мы ведем ежегодно мониторинг. Многие студенты смогли трудоустроиться. Остальные же, получив полезную для себя информацию, могут пока обдумать, какую работу они хотят получить в будущем. Асель Сазамбаева, Шасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахстанцы, получающие денежные средства из-за границы, должны уведомлять об этом налоговые органы в течение 10 дней. А после предоставлять сведения о расходовании денег. Новую норму законодательства разъяснил руководитель Департамента государственных доходов Азамат Ахметов на брифинге в службе региональных коммуникаций. Вводимые в налоговый кодекс изменения будут касаться исключительно тех средств, которые предназначены для оказания юридической помощи, изучения общественного мнения, сбора, анализа и распространения информации на территории республики. Такая практика принята во многих западных странах и призвана помочь международному сообществу в борьбе с финансированием терроризма, экстремизма и отмыванием денег. Не предоставляют сведения в налоговые органы о получении иностранных средств следующие лица. Адвокаты, нотариусы, дипломатические представительства организации дошкольного и среднего образования. Так, в течение 10 дней со дня, следующее за днем заключения сделки, физически и юридическим лицам, получающим денежные средства и иное имущество из иностранных источников, в органы государственных доходов будут предоставляться уведомления с обязательным заполнением данных, подлежащих получению денег. Под действие закона попадают сделки с иностранными лицами суммой, превышающей 10-кратный месячный расчетный показатель. Отчетность можно предоставить как в явочном порядке, так и в электронном виде, не выходя из дома. За непредоставление отчетности предусмотрена административная ответственность. Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений об их получении и расходовании влекут штраф на физических лиц в размере 50, на субъектов малопредпринимательства или некоммерческой организации в размере 100, на субъектов среднепредпринимательства в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства в размере 350 месячных расчетных показателей. За недостоверную или заведомо ложную информацию о размере иностранной прибыли тоже грозит ответственность. Физические лица могут заработать штраф в размере 212 тысяч тенге. Мелкие предприниматели будут оштрафованы на 200 МРП. Субъекты среднего бизнеса на 400, а крупные предприниматели на 700 месячных расчетных показателей. Все отчеты о физических и юридических лицах, получающих иностранное финансирование, будут размещаться в Национальной электронной базе данных. А.М. Амрина, Толиген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии празднования Дня первого президента Республики Казахстан, а также к 25-летию независимости, сотрудники ДВД Карагандинской области организовали круглый стол на тему «Независимый Казахстан. 25 лет благополучия и созидания». За круглым столом собрались руководители видных этнокультурных объединений региона. Тликжану Аронову 25 лет. Он является ровесником независимого Казахстана. Сейчас Тликжан служит старшим у первополномоченным отдела криминальной полиции. В 2013 году окончил Академию МВД. За все время работы ни разу не усомнился в выборе профессии. Даже наоборот, с каждым днем становится интереснее. На сегодняшний день Тликжан Аронов серьезно задумывается о своем благополучном будущем и прилагает для этого немало усилий. Да, я очень горд, что я служу своей родине, то, что у меня такая ответственная работа. Мне моя работа нравится, работаю от души. За 25 лет, столь короткое время, наша страна вышла на мировой уровень, достигла новых высот, небывалых. Я верю, что наша страна будет дальше развиваться, еще выше будет. И я очень рад, что я являюсь сверстником нашей страны. На протяжении всего мероприятия собравшиеся обсуждали успехи нашей республики, достигнутые за 25 лет независимости. За дружным столом собрались руководители этнокультурных объединений региона, а также сотрудники правопорядка. Казахстан на сегодня известен всему миру, как символ дружбы и тепла. Благодаря своему благодушию наша страна сегодня имеет огромную и крепкую дружбу народов, что является немаловажным для развития страны. Участники мероприятия также затронули тему правоохранительной деятельности. С удивлением, не скрою, слышал о том, что вы создали песни, и эти песни будут звучать, я думаю, будут много лет звучать. Защищать наши граждане, обеспечивать вот эту стабильность нашего общества, стоять на страже законности. Это очень важно, и очень важно, что социальный аспект вашей работы, он и так присутствует, понятно, что в основе работы, деятельности, органов правопорядка лежит прежде всего социальный аспект, социальный акцент. Но то, что вы его еще и поворачиваете лицом к населению, показываете, что такое полицейский современный сегодня, и показываете это очень по-человечески тепло, мне кажется, это очень хорошо. В течение мероприятия собравшиеся высказали свое мнение, а также получили ответы на волнующие вопросы. После торжественной части небольшие презенты вручили всем приглашенным. Асель Сазумбаева, Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» полным ходом проводит подготовку к очередному матчу. 20 ноября в Усть-Каменогорске наши спортсмены встретятся с принципиальным соперником – командой «Торпеда». Об истории противостояния двух казахстанских клубов высшей хоккейной лиги – наш следующий видеоматериал. Усть-Каменогорский хоккейный клуб «Торпеда» и Карагандинская «Сарарка» в среду одержали домашние разгромные победы в розыгрыше регулярного сезона высшей хоккейной лиги. «Торпеда» со счетом 5-1 разгромила команду «Саров» из-за одноименного российского города. «Сарарка» в этот же день переиграла волжскую «Ариаду» НХ со счетом 3-0. В настоящее время у обоих казахстанских клубов по 46 очков после 24 сыгранных матчей. «Сарарка» идет второй за счет большего количества побед в основное время – «Торпеда» третьим. Лидирует Тверской ТХК, у которого 49 очков после такого же количества матчей. В следующем туре 20 ноября казахстанские команды сыграют между собой в Усть-Каменогорске. В рамках нынешнего чемпионата команды встречаются впервые. В прошлом сезоне «Сарарка» и «Торпеда» встречались 8 раз. В четырех матчах победили карагандинцы, в четырех – Усть-Каменогорцы. Всего с 2012 года команды провели 16 игр. В десяти матчах «Сарарка» выиграла. 20 ноября в Ледовом дворце спорта Усть-Каменогорска состоится казахстанское дерби «Торпеда» против «Сарарки». Начало матча в 17 часов. Карагандинские болельщики смогут увидеть прямую трансляцию. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В связи с сильными морозами цирковые представления, запланированные на 19 и 20 ноября, отменены. Администрация цирка просит всех обменять билеты на 26 и 27 ноября равноценно. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Хороших вам выходных. Аман Саугустер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова